Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброе здоровьица! У нас сегодня в гостях ведущая Таня Ларич. Здравствуйте, Геннадий Малахов. Очень рада вас видеть. Прочла я в вашей книге «Лечебное и раздельное питание» очень интересную заметку про народ хунза. Так вдохновилась, что решила к вам прийти и поделиться своим творческим решением одного рецепта. В детстве, в пионерском, в далеком пионерском детстве, что мы делали? Мы делали такой десерт, назывался «Клубнички». На мясорубке вафли «Артек» проворачивали, получался фарш. Из них лепили форму клубничек. Из вафель. Обмакивали в свекольный сок, а дальше в сахар. И в холодильник на какое-то время. И встаешь там, ну если вечером делаешь, утром у тебя прям клубнички, и все это так вкусно. А я прочла, думаю, Таня, какие вафли! У Геннадия Петровича Малахова есть же шикарная пророщенная пшеница. Вот она как она. Вот она. И потом я видела в целебной кулинарии котлетки из пророщенной пшеницы. Думаю, так давайте же сделаем фарш из него и сделаем питательные эти клубнички. Давайте сделаем эти клубнички и, будем говорить, используем их в нашем питании. И пока ты будешь что-то готовить, или я буду готовить... Надо сделать фарш. Фарш. Про хунзу обязательно расскажите. Я даже потом залезла в интернет, посмотрела, где этот хунз заживет народ. Оказывается, на территории современного Пакистана. Удивительные, конечно, люди. Но Геннадий Петрович лучше расскажет. Как они от белка отказались, я не совсем понимаю. Они же в горах, там бараны должны быть. Действительно, но там бараны слишком маленькие. Значит, я немножечко хочу, как бы сказать, чуть отступить, чтобы все было понятно. Дело в том, что современную науку, диетологию двигали, конечно, врачи, которые изучали науку. И получалось так, что они сами болели. И так получилось с Говардом Хэм, это американским врачом, который еще в 19 веке заболел. 41-й год ему исполнился, и он заболел. Гломеролонефрит с высоким кровяным давлением. Обратился, естественно, к своим коллегам-врачам, и они ему сказали, «Слушай, а ты знаешь, ты боли неизлечима, и поэтому мы ничего не можем тебе сделать». И вот тогда он начал, естественно, искать умирательных утистов. Конечно, конечно. И нашел доклад другого ученого, британского врача, полковника Мак Гаррисона, который рассказывал о народе Хунза. И вот этот народ, откуда он взялся? Это, значит, где-то в Пакистане имеется такая долина, в которой особый климат, и там ничего не растет. В основном только абрикосы, вот говорят, овцы там очень маленькие. То есть коровы там как овцы, там что-то там... А овцы как собаки? А овцы там еще как кошки, ну, очень бедные. Они живут бедно. Значит, питания особо никакого нет. Рацион, ну, как бы малоразнообразный. И в основном абрикосы, что самое интересное. И там существует такая пословица, что, значит, женщина из народа Хунза не пойдет туда за милым своим. Где нет абрикосов? То есть одно это у них из таких блюд, это, значит, вот, будем говорить, питание там абрикосами, сушеным и так далее, и так далее. Значит, живут они там в проголодь, практически мало чем болеют. В основном они у костра там бывают. И то глаза у них там слезятся от дыма, то еще. И якобы, якобы, значит, там говорится, что они живут до 120 лет, а женщины до 90 лет еще кормят... Грудью? Да, грудью. Ну, вот примерно, смотрите, описывается так, что 32-тысячное население этого рая не знает болезни, средняя предложительность 120 лет. Вот, значит, они вегетарианты, питаются... Ну, может быть, так оно и было в 19 веке. Ну, может быть, может быть. Сырыми фруктами, овощами, там, зимой высушенными, значит, на солнце абрикосами и пророщенными зернами и брызгами. И мы сейчас как раз их приготовим. Так, включаем. И пошло у нас. Делаем фарш из проросшей пшеницы. Вот. Пошло. Хороший фарш получается. Да. Посмотрите, как вы ее прорастили. Специально оставила один отросточек. Вот аж 4 усика, и они где-то по 2 сантиметра уже. Это еще лучше или хуже, когда маленький отросточек? Вот объясните. Вот смотри, мы с тобой как раз, помнишь, как-то рассказывали о пяти первоэлементах, из которых начинает строиться мир. И вот смотри, ты как раз сказала, вот смотри, зерно, да? Вот он один отросточек, вот он второй отросточек, вот он третий отросточек, вот он четвертый отросточек, и вот он пятый. Да. А почему нет шестого? А почему нет четвертого? Мы еще не выросли. А они не выросли. А помнишь, я тебе рассказывал о том, как строится пространство? Пространство строится с позиции пяти первоэлементов. Значит, в середине зерно, в середине зерно, да? И оно дает отросточек раз, два, три, четыре, то есть закономерно идут четыре направления, не три, не пять, а именно четыре. Вот она как раз вот по этим вот силам и действует. То есть это прямо наглядный пример, наглядный образ сотворения мира, да? Из мелочи. И более того, да, из мелочи. И еще я вам покажу удивительную вещь. Мы с вами берем, разрезаем яблочко вот так вот. Яблочко разрезали, да? И считаем, сколько тут камер? Пять. Раз, два, три, четыре, пять. А почему пять? Вот почему пять, а не шесть, а не три, а не четыре? Потому что пять элементов... Пять вот этих вот первоэлементов действует... То есть пространство начинает строиться. Эти пять элементов... Пять первоэлементов – это эфир, это воздух, это огонь, это вода и земля. Очень красиво. По индуйской терминологии. Хорошо. У китайцев несколько там она иная. Ну, то есть я показал, почему. И поэтому вот этот как раз потенциал, который идет с пространства, вот он только начинает, он самый мощный, естественно, будет нас очень хорошо питать. Вы представляете, какая у нас получится вселенская просто клубничка. Вот он фарш. Итак, фарш из проросшенной пшеницы. И сейчас я буду лепить вот эти самые наши клубнички. Хорошо? Да? С удовольствием. Кстати, что мы еще здесь используем? Свекольный сок. Свекольный сок. Он хорошо очень окрашивает, ну и потом… В качестве пигмента берем, естественно, свекольный сок. И вместо сахара, который я использовала в своем бонерском детстве, я решила использовать кунжут. Сим-сим, откройся. Семена кунжута. Он и ароматный, и масло там есть. Дело в том, что сахар, конечно, толку ничего не давал, кроме того, вкуса. А вот кунжутные семена используются, и хлеб кунжутом обсыпается, ну и ряд других продуктов. Почему? Да потому, что кунжутное семя по своим свойствам, она горячая. И за счет этого улучшаются процессы пищеварения и усвоения того же хлеба, что немаловажно. Видишь, почему кунжут так уменят. А вот это узбекские лепешки, арабские, они все с кунжутом, чтобы лучше пищеварение шло? Чтобы лучше шло пищеварение. Потому что в любое семя еще вносит свои, будем говорить, живые субстанции и делает наш продукт более целебным. Геннадий Петрович, ну раз мы уже затронули такие космические вопросы, мне вот интересно, все-таки есть какой-то скрытый мотив за пределами человеческого понимания, по крайней мере моего. Почему, вот читая вашу книгу, вот на хунзу, на эту историю, я отреагировала мгновенно. А когда вы рассказывали сейчас про абрикосы, я вспомнила свою родину, где абрикосы растут во дворах многоквартирных домов, и по ним ездят машины, и они так чпак-чпак-чпак на асфальте. Ну то есть, и абрикосы здесь в Москве, да, на рынке. Думаю, может быть я где-то когда-нибудь была хунной. Ну, почему нам одно нравится, а другое мы пропускаем мимо? Как вот люди говорят, ну вот химия есть, вот что это такое, это интуиция? Или почему один материал нравится? Мы выросли в той среде, и когда, естественно, мы вырастали, мы употребляли ту или иную пищу, которая стала частью нашего организма. И, естественно, вибрации этой пищи созвучны теперь, вот, говорит, с нашим телом. И нам хочется вот того, что было в детстве, как бы подпитаться и укрепиться за счет этого. Это немаловажно. И вот, кстати, если продолжить о хунза, то, значит, шотландский врач Мак Гаррисон жил непосредственно вблизи от долины хунза в течение 14 лет и наблюдал. И вот он говорит, что основным фактором доллити этого народа является питание. Ну, еще немножечко, конечно, будет и горный климат действовать, но непосредственно, что вот это питание. И самое интересное, что вернувшись после того, как он исследовал и изучал народность хунзу, он решил дома в Англии поставить интересный эксперимент на большом количестве животных. В Англии? Да, в Англии. Одних из них он питал обычной пищей лондонской рабочей семьи. Это белый хлеб, сельд, сахар, рафина, консервированные вареные овощи. И что вышло? В итоге группа, большая группа этих животных, стала болеть различными человеческими болезнями. А вот те животные, которые находились на детях хунза, на протяжении всего опыта оставались абсолютно здоровыми. Слушайте, ну это действительно научные подходы. Что научные подходы? Это эксперимент, наблюдение. И статистика. Статистика, да, пожалуйста. Одно дело, вот я там вегетарианец, допустим, а ты там сыроед, а еще кто-то там, допустим, какой-то там солнцеед. Я говорю, да, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Но когда это делается в массовом порядке, и статистика неумолимо говорит, кушаете вот эту пищу, заболели человеческими заболеваниями. Кушаете, значит, другую совершенно пищу, вы, наоборот, выздоровели. И как раз Уильям Хэй, он, изменил свое питание, выздоровел. И в итоге диета, в которой меньше, особенно, белка животного, действует очень хорошо на почке. Почему на почке? Потому что почки в основном у нас выводят распад белков. Они там очевидную вводят и так далее. И если человек постоянно переедает мясо, особенно много употребляет соли, то это идет большая нагрузка на почки. Как только мы начинаем облегчать работу почек, у них появляется возможность восстановиться. Что и произошло. Вылечился. А если бы там лечили, ну, как тогда лечили по обычной схеме, то, естественно, ничего бы не получилось. Ирина Петрович, смотрите, я когда фарш, вот этот, значит, из фарша лепила, я на вкус попробовала, мне показалось мало сахара, да? Все-таки же десерт. И я добавила меда. Вот тоже такой эксперимент сейчас у меня будет научный. Но в любом случае, с медом или без, вот эту фигурку... Ой. Надо одеть. Надо опускать. Я надену, да. Я приготовила специальную перчатку. Потому что это очень мощный такой. Конечно, конечно, да. Он красит серьезно. Все. И вот я его опускаю в свекольный сок. Вот она прям уже на клубничку похожа. Это как раз конфетки для детей можно делать. Да. Дальше вот кунжутик. Обмакиваем. Обмакиваем. Все. Поставили. Действительно похожа на клубничку. Вы понимаете, клубничка, она потом застынет вот чуть-чуть. Здесь даже в холодильник не надо. Почему ставили тогда в холодильник? Потому что эти вафли, ну, их надо захолодить, чтобы они форму держали. А у нас проросшее зерно прекрасно держит форму. Так что я думаю, без холодильника, вот, да ведь все уж, если оно златнуло. Наверное, будет вкусно. Это получается очень полезная сладость для питания детей, пожилых людей, так и для диетического питания. Здесь у нас все прекрасно сочетается. Во время прорастания крахмал зерна превращается солодовый сахар. И мы тут имеем дело уже с такими углеводами. Не с крахмалами, а именно с углеводами. Семена позволяют всему этому лучше перевариваться, быть такими тепленькими наш организм. И что еще немаловажно, сок, он тоже, свекольный сок, будет действовать по-своему благоприятно. А именно, он будет улучшать наше кроветворение. Кстати, ежедневная пища хунза это лепешки и супы из цельного хлебного зерна, овощей и фруктов. Цельное зерно, как раз мы с вами показали не просто цельное зерно, а проросшее цельное зерно, которое еще более ценное, нежели там обычное. Геннадий Петрович, а вы скажите, сколько вот этот вот хей, который заболел почками, да, и который открыл нам хунзу народ, да, он сколько весил? В 41 год он весил 25 килограммов. Это говорит о том, что настолько его организм уже истощился в борьбе с болезнью, что он уже был на грани жизни и смерти. А когда он уже начал есть так же, как и люди народа хунза, он набрал вес 60 килограммов. Нормальный вес? Нормальный вес абсолютно. И важно, когда человек питается естественной пищей, у него срабатывают такие механизмы в организме, что они препятствуют чрезмерному набору веса. Потому что мы в основном едим ту пищу, которая нам не свойственна, а потом мы удивляемся. А почему? Вот так. Да. Поэтому Говард Хэй коренным образом перестроил свое питание, стал есть лишь то, что приемлемо для человека. Он употреблял продукты только в естественном виде, в небольшом количестве. И те продукты, самое интересное, знаете, что вообще у нас произошло сейчас с продуктами? Для жизнедеятельности нам нужны определенные продукты и особо не видоизмененные. Но продукты несут вкусовые ощущения и, как бы сказать, можно с помощью продуктов себя разбаловать. Можно. и поэтому, поэтому сейчас кулинария, сейчас пищевая промышленность пошла по пути, он говорит, вот потакание извращенным вкусом человека. Вафли вы там ели, пирожные ели, кофе там пьете с сахаром и так далее, и так далее. и что получается? Ну, как вафли? Это было страшно сказать, в каком году. А вы что, не ели вафли в детстве? Ел. А печенье? И печенье, да, ел. А сейчас постараюсь как можно реже, и только при большой необходимости съесть. А вы какие в детстве любили, вообще, что вы любили в детстве из еды? У вас были какие-то капризы или отдельные вкусы? Ой, детство было, конечно, не такое богатое, как сейчас, поэтому семья рабочая была, и в основном это, ну что ли, любили там картошку, селедку, действительно, вот такое мясо, изредка там было. А, ну это хорошо, кстати, что мясо изредка было. Так вот, хей, как бы он говорит, он с 25 килограмм поправился не до 60, а до 80. А, до 80. И стал себя чувствовать свежее, работоспособнее, чем в молодости. Вот что значит правильное питание. он полностью выздоровел, хотя медицинские светила его времени считали, что он обречен на верную смерть. Впоследствии, Хей, с помощью разработанной им методики питания на основе диеты он закутал, вот, ну и привлечением других оздоровительных средств, лечил тысячи тяжело больных людей самых различных болезней. Так, хочу показать, как это выглядит. Ну, прекрасный, как раз таки. Ну, мы в демонстрационном виде делали, да, мы сегодня-то съедим, а так их можно как пельмени наделать, наделать, и на какой-нибудь, допустим, там, праздник детский, да даже на взрослые. Я вам скажу, что вот, в случае, допустим, моего дня рождения у меня такой десерт, я считаю, что я правильно живу. Танюшу мы поздравляем с днем рождения, она ведь стоит за кухонным столом, но тем не менее мы... Спасибо большое. И с удовольствием съедим ее. А попробуйте сладкую. Какая сладкая? А вот с медом. Ага, с медом. Да, да, да. Кстати, она и с медом, и без меда будет немножечко сладенькая. Сладенькая, да? Я очень рада, что я провожу этот день с вами, друзья, честное, взрослое слово. Ну как? Отлично. Может, постоять еще надо им чуть-чуть в холоде? Пускай немножечко постоит. Питаются, да? Постоит, да, упитается. Сок слегка еще подсохнет и будет вообще великолепно. Итак, мы с вами разобрали питание хун закутал, немножечко разобрали, что его надо применять в своей практике и те люди, которые действительно его применяют, могут жить не отдельной семьей, а целым племенем без болезней, долго и хорошо. Чего и мы вам желаем. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Со второй половины 2010 года я самостоятельно издаю интернет-газету Малахо ПРО. Ее главная цель помочь всем желающим в освоении здорового образа жизни. Здесь теория и практика самоздоровления, обсуждение и разбор народных методов лечения, ответы на вопросы и многое-многое важное, полезное и нужное. В заключении замечу, сейчас куча врачей, больниц, лекарств, а люди стали болеть еще больше, если не сказать повально. И все из-за того, что ничего не хотят знать о собственном здоровье, как его сохранять с помощью простых, общедоступных методов. А в интернет-газете Малахо ПРО об этом рассказываю я простым и понятным языком. Доброго вам здоровья! Я работаю на двух сайтах генеша.ру и Малахо ПРО. Последний сайт Малахо ПРО полностью мой. Здесь имеется библиотека моих книг. Выставлено более тысячи статей для бесплатного чтения по ведению здорового образа жизни. Здесь вы можете подписаться на мою интернет-газету Малахо ПРО, которую я сам регулярно издаю со второй половины 2010 года. Здесь же находится и видео моих лекций передачи целебной кулинарии. Все это для вас. Заходите, смотрите, пользуйтесь! Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.